МИЛЯЕВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ Курк, педагог, ученый. Родился за несколько месяцев до начала Великой Отечественной в Белгороде. В конце войны его отца переводят в Курск, и семья покупает дом на Чумаковской. Когда ему 7 лет было, он поступил в школу номер 25. Это угол Дзержинского и Ломоносова. Это финансово-экономический институт, который он закончил с отличием. Медаль золотая хранится в семье. Характер Михаила формируется под воздействием книг. Он много читает. В старших классах парень определяется с профессией, но держит свое решение в тайне ото всех. Отец дал полную свободу. По сути дела, на момент подачи документов, в какой вуз поступать, родители его так и не знали. Он уже пришел постфактум, ему доложил, что отец, я поступил в медицинский институт. Это был 1958 год. После окончания вуза Михаил по распределению уезжает работать в Медвенский район. Жили, им выделили рядом, на территории больницы был жилой дом, трехкомнатную квартиру. В трехкомнатной квартире жил, в одной комнате жил гинеколог, в другой комнате хирург, в третьей терапевт. Вот так начиналась карьера отца. Было очень тяжело, рядом была трасса, как сейчас называют федеральная. Были травмы, были и хирургические операции. Самостоятельно давал наркоз, самостоятельно оперировал. С будущей женой Михаил Миляев знакомится на свадьбе младшего брата Владимира, тоже врача. Сегодня он известный психиатр. Мама дружила с невестой, папа был приглашен на свадьбу. Он приехал из Медвенки, в которой он работал уже хирургом. Мама была очарована. Приехал он с гусем, он мне рассказывал в подарок. Это был свадебный подарок. Там и зародилась, по сути дела, семья. Людмила – красивая, стройная блондинка. На тот момент она уже закончила экономические курсы и работала в магазине. После знакомства Михаил дважды делает ей предложение. Девушка сначала засомневалась, но устоять перед чарами симпатичного парня с большим чувством юмора не смогла. Как сейчас говорят, конфетно-букетного периода не было. Была свадьба достаточно скромная. И мама уехала с отцом в деревню, работала там в больнице в регистратуре. Параллельно готовясь к поступлению в мединститут, потому что для нее мой отец был, ее муж был, для нее кумиром. Так мама и выбрала эту профессию. Людмиле Миляевой пришлось непросто. Еще бы. Студентка очного отделения медицинского вуза, она стала мамой уже на первом курсе. Ее муж в это время учился в аспиранторе в Москве. Мне было особенно трудно, потому что, во-первых, меня знали преподаватели, были в основном сокурсники, много было сокурсники мужа. И мне приходилось мало того, чтобы зубрить с утра до вечера, потому что не выглядеть белой вороной, и так, чтобы я что-то ничего не знала. Вот сессию я сдавала всегда регулярно, никогда у меня не было никаких задолженностей. Пока Михаил пишет научную работу, Людмила учит латынь и анатомию. В момент получения диплома врача, она уже мама двух сыновей, Максима и Жени. Я закончила институт в 1973 году. И сразу была направлена на Курский завод тракторных запасных частей, на должность цехового врача. И проработав там три года, меня назначили заведующей медсанчастью этого завода. Через 16 лет ее приглашают в облздравотдел и предлагают возглавить хозрасчетную поликлинику. Людмила Ивановна переходит на работу в это медицинское учреждение. Под ее началом работают прекрасные специалисты, а она старается быть примером для своих подчиненных. Доктор Миляева ценит качества, без которых, по ее мнению, не может состояться хороший врач. Прежде всего, конечно, это доброта, самопожертвование, наверное, отношение вообще к пациенту, любовь, любовь. Ее мужу Михаилу Матвеевичу интересно все. Госпитальная, общая хирургия, работа со студентами. Он пишет докторскую диссертацию, но, к сожалению, завершить работу не получается. Ему трудно совмещать практику с научной деятельностью и семьей. Врач Миляев считает, что дом так же важен для человека, как и профессия. Забота о близких, любовь к тем, кто всегда ждет его – все это стало для Михаила Матвеевича главным правилом жизни. Он всегда стремился домой, он всегда стремился к детям, к жене. И, как он всегда мне говорил, Женя говорит, если я пересек порог дома, меня уже из него не выгонишь. Удивительным образом в Михаиле Миляеве сочетается многое. Он талантливый хирург, хороший отец, заботливый муж, а еще прекрасный художник. Он писал стихи, он разбирался в живописи, причем он мог отличить любого автора, там, Рембрандт, Птициан, Микеланджело, то есть, причем знал все тонкости вот этих вещей. Театр был его вообще коньком. Актеры драматического трепетали, зная, что в зале доктор Миляев. Курские зрители ждали его публикации после каждого спектакля. Но этим таланты Михаила Матвеевича не ограничивались. Он занимался спортом, в 60-х ходил в сборную РСФСР по стендовой стрельбе. Но главным призванием в его жизни все-таки была медицина. Он очень любил медицину, по-моему, он был прирожденным хирургом. Он уже со второго курса, его уже допускали хирурги ассистировать на операциях. Сыновья воспитывались в семье врачей. Дома разговоры о медицине, друзья родителей, преимущественно доктора. Отец и мама в тот момент – безусловные авторитеты для мальчишек. Росли они, конечно, очень активными. В школе доставалось, и меня вызывали, шалили. Но, тем не менее, выросли порядочными и добрыми ребятами. Когда сыновья подросли, родители дали им свободу действий во всем. В том числе и в выборе профессии. Старший Максим стал военным, а Евгений захотел продолжить семейную династию. Дорога в медицину началась для него еще в восьмом классе. 4 октября 1988 года у меня начался трудовой стаж медицинский. Я начал работать в областной больнице санитаром, в операционном блоке. Маленькая детская брошюрка «Занимательная хирургия», военный фильм на всю оставшуюся жизнь и, наконец, серьезная книга о жертвенности врачей в разные времена «Драматическая медицина». Евгений Михайлович считает, что эти три произведения тоже повлияли на выбор профессии. После окончания института он возвращается туда, где работал еще школьником. Я начал работать врачом-эндоскопистом. Затем я был врачом-эндоскопистом санатория «Маква», параллельно работая в больнице скорой медицинской помощи. В ней я отработал больше всего, более 17 лет я отработал, но хотел попробовать себя в другой ипостасе. В 2006-м доктор Миляев-младший защищает кандидатскую диссертацию. А в 2012-м Евгений Михайлович, как и когда-то его отец, идет преподавать на кафедру общей хирургии в БСМП. А за год до этого поступает в интернатуру, чтобы получить специальность гастроэнтеролога. После окончания я ушел в частную клинику, которую впоследствии возглавил. То, почему я и стремился к тому, чтобы попробовать себя в другой, в организаторской деятельности. То есть я лицензировал эту клинику. Я организовывал еще один центр, в который я пришел. Не было ничего, только была в полу дыра, полтора метра на шесть. И через семь месяцев, сам себе доказав, что я могу, я ушел оттуда с полностью созданным коллективом, с работающим оборудованием. В этот момент Евгению Михайловичу Миляеву предлагают работу в Белгородской больнице номер два, заместителем главного врача. Через три месяца жизни на чужбине доктор возвращается в родной Курск, не выдержав разлуки с семьей. Сработали отцовские гены, как он сам говорит. Я не смог без семьи. Не определено было будущее мое в Белгороде. То есть я как бы, извинившись, я вернулся уже в эту клинику. Сегодня Евгений Михайлович Миляев работает в частном медицинском центре врачом, гастроэнтерологом, эндоскопистом. И не жалеет, что ему довелось трудиться до этого в разных клиниках. Ведь там он приобрел опыт, который использует теперь в лечении своих пациентов. Его сыновья им гордятся. Но так же, как и когда-то они с братом, его мальчишки делают свой выбор самостоятельно. Старшего Андрея интересует больше техника. К медицине у него точно нет интереса. А вот Дима весь в отца. Младший. Он из детства проявлял интерес и к животным в том числе, и пытался несколько раз познать мир внутренних животных. Я был всегда рядом. Но сейчас, слава Богу, животные в безопасности. Людмила Ивановна Миляева уже на пенсии. Но она по-прежнему остается доктором для домочадцев. Любимая мама и бабушка первые приходят к своим детям и внукам, когда требуется помощь врача. И надеется, что они станут достойной сменой, какую бы профессию ни выбрали. Но втайне все-таки мечтает, что Дмитрий Миляев продолжит их семейную династию и станет, как дедушка и отец, талантливым доктором. Дмитрий Миляев